Особое мнение на 101FM На выпускном, я уж не знаю, рукопашное, видимо, это было, или какое-то хаотичное, выцарапывание глаз, вырывание клоков, волос. В общем, на выпускном подрались 17-летняя школьница, выпускница и две учительницы 35 и 36 лет. Все стороны написали друг на друг заявление в полицию. Подробности конфликта неизвестны. Видите, как интересно, да? Да, отрывается молодежь. Да. Ну, а у нас накануне, как известно, был один из безалкогольных дней в Кировской области. Всего их у нас 4 штуки, напоминаю. День знаний, день молодежи, день последних звонков и день международной защиты детей. Я не знаю, может быть, новые временно исполняющие обязанности губернатора нашего региона пересмотрит, может, что-то добавит, может, сократит. Ну, это так, в качестве предположения. Как вы вообще относитесь к тому, что у нас есть такие дни? При всем при том, что люди, которые хотят в этот день употребить, они знают, где найти и знают, где приобрести. Вот такая, вот, казалось бы, такая фикция. Ну, это фикция есть. Какого-то закона, да? Эта фикция есть, на самом деле. В любом доме, ну, наверняка найдется бутылочка красного сухого вина, либо чего-нибудь покрепче. В случае возникновения желания не обязательно бежать в магазин. И подобного рода закон и нормы всего-навсего приучают людей к запасливости, ну, и исключают, что, наверное, являлось целью принятия такого нормативного акта, исключают какое-то спонтанное приобретение и распитие. Я сам знаю несколько фактов, когда эти же будущие выпускники накануне выпускного запасаются соответствующей продукцией и празднуют свой праздник уже по-взрослому. Причем вот ровно с теми же последствиями, о которых, Володя, вы сказали вначале. Из Приморского края. Да, да, да. Ну, видимо, чуть позже появится информация от Кировского управления МВД, как прошел день последних звонков. Ну, да ладно. Ну, будем рассчитывать, что без эксцесса. Да, упомянул уже нового временно исполняющего обязанности главы нашего региона. Тема еще свежа, не устарела. Активно Александр Валентинович Соколов ведет свой телеграм-канал. Накануне он написал о том, что посетил школы в областном центре, а в одной из школ даже не удержался. Написал Соколов и взял в столовой котлету и пюре, и прям видео появилось, как в Рио сидит вместе с педагогами и уплетает этот школьный обед. Вы подписаны на телеграм-канал? Ну, пока нет. Не подписаны? Вот первые поступки, первые новости о том, что сделал Соколов, какие у вас эмоции вызывают? Никаких. Никаких? Почему? Ну, это же все достаточно просто. Ну, как минимум сто дней надо подождать по общему мировому тренду. Так через сто дней выборы уже практически будут, да, губернаторские. Но, тем не менее, что можно ожидать от человека, который попал в абсолютно незнакомую для него среду до назначения исполняющим обязанности? Господин Соколов не был знаком ни с кем из чиновничества. Кировского? Ну, да. Нет, был. Был. Был, да, уже написали. Например, с нынешним руководителем ЗАГС Собрания, Романом Бересневым. Ну, замечательно. Ну, мы раньше работали в сфере молодежной политики. Замечательно. Ну, в любом случае, все-таки знакомство с одним из представителей эстеблишмента, ну, это недостаточно. Поэтому сейчас совершенно спокойно, на мой взгляд, следует запастись терпением, посмотреть, каким образом вновь назначенный глава региона знакомится с ситуацией, какие шаги совершает, какие намерения высказывает, как знакомиться с управленческим аппаратом правительства, какие управленческие решения принимает. Я думаю, что следует ожидать изменения кадрового состава. Ну, в любом случае, короля играет с вид, и странно будет, если вновь назначенный глава региона будет опираться на ту команду, которая представляет из себя наследие бывшего руководителя. Все-таки, я считаю это правильным, когда с приходом руководства нового на команды точно так же обновляются. Свежая кровь всегда полезна с тем, чтобы организм, простите, не заставился. Ну, уже ведь есть встречи, да, в РИО с представителями властей различных уровней в нашем регионе, и в том числе с депутатами областного парламента он встречался. И вот буквально на днях была провозглашена идея о том, что будет делаться ставка на местные кадры. Но мы это слышали уже неоднократно, что надо искать среди местных умных ребят, желательно молодых, способных, и привлекать их к работе во власти. Ну, верите, по большому счету, я считаю, что здесь вот подобного рода заявление, оно все-таки попахивает некоторым популизмом. Значит, не вижу ничего плохого, если какие-то управленцы в Кировской области будут появляться и из других регионов. Ведь, простите, бывшие чиновники, которые начинали свою карьеру на территории Кировской области в настоящем, совершенно успешно, занимая достаточно высокие должности в других регионах, и никого там это не напрягает. Не считаю обязательным проводить какие-то кадровые изменения, опираясь исключительно на местные кадры, вот что это за цен за седлость такой. Ну, посмотрим. Ну, видимо, тут основная эта идея в том, что местные лучше знают нашу жизнь, то, чем мы здесь живем, дышим. Это разумно, это разумно, но в настоящий момент создано, действует достаточно много институтов, с помощью которых вновь назначенный глава региона может оперативно, своевременно получать сведения о том, как себя чувствует промышленность региона. Никто не отменял общественную палату, никто не обменял торгово-промышленную палату. То есть просто собраться, пообщаться, понять настроение внутри общества всегда возможно, и для этого нет необходимости принимать какие-то спешные и зачастую, возможно, не вполне обдуманные решения в части срочных кадровых перестановок. То, что они будут, я уверен, надеюсь, что уровень работы правительства Кировской области будет вновь назначенным главой только расти. Вы лично какие питаете надежды в отношении временно исполняющего обязанности, чего бы вам хотелось видеть, каких перемен, перестановок? Мы не так давно делали опрос для программы «Народное мнение», спрашивали жителей, Кирова прямо на улице, что на их взгляд, в первую очередь, должно быть в центре внимания нового главы региона. Очень много было высказываний по поводу благоустройства областного центра, город не прибран, дороги, тротуары разбиты. Вот пусть, давайте, он обратит внимание, в первую очередь, на это. У вас какие-то предпочтения личные? Нет, я в данном случае все-таки считаю о том, что не дело главы региона заниматься благоустройством отдельно взятого города, пусть даже и столицы области. Для этих целей есть городская администрация, в чьи должностные обязанности это напрямую вменено. Я считаю о том, что цели вновь назначенного главы основные, это экономика, которая в настоящий момент испытывает огромный стресс в связи с известными событиями, логистические цепочки нарушены. И как раз неплохо было бы, чтобы вновь назначенный глава региона вместе с всем аппаратом правительства разработали какую-то, возможно, концепцию, дорожную карту для того, чтобы решить вопрос помощи, не финансовой даже помощи, предприятиям и предпринимателям Кировской области, которые в настоящий момент вынуждены переориентироваться на совершенно другие, зачастую незнакомые им рынки. Вы имеете в виду тот пласт, который сотрудничал с заграницей? Ну, безусловно, у нас ведь, Володя, ну смотрите, я достаточно часто контактирую с представителями бизнес-сообщества, они обращаются ко мне, делятся своими проблемами. Я регулярно встречаюсь с уполномоченным по защите прав предпринимателя господином Поповым, и эти проблемы мне известны, которые есть сейчас. У нас ведь край лесной, лес в основном отправлялся зачастую как раз на экспорт, причем в те страны, с которыми сейчас торговать затруднительно, скажем так, мягко. Значит, у нас есть отличная кожа, я вчера встречался с господином Даниляном, великолепное предприятие. В Слободском. В Ахрушках. В Ахрушках, ну да, Слободской район. Ну да, Слободской район. И точно такие же проблемы, которые могут весьма негативно сказаться на всем, и на состоянии экономики, и на уровне собираемости налогов, и на социальной напряженности. Масса предприятий в настоящий момент вынуждены производить сокращение, отправлять людей в неоплачиваемые отпуска и так далее. И безусловно, вот такая ситуация требует, на мой взгляд, незамедлительного реагирования со стороны правительства. И здесь можно только приветствовать, если вновь назначенная глава уделит этим вопросам значительное внимание, опираясь в том числе и на те институты, о которых я уже сказал, общественную палату, торгово-промышленную палату. Я боюсь, Ян Евгеньевич, ну мне хочется быть неправым, конечно, в этом отношении, но у меня такое ощущение, что властям сейчас, мягко говоря, мало что есть подсказать, как действует предпринимателям в этой ситуации, потому что некий хаос и задумчивость, опять же, мягко говоря, тоже царит во властных структурах. Как-то так вот предприниматели остались один на один, что называется, с самими проблемами. Не соглашусь, не соглашусь. Значит, я в свое время служил в Государственном таможенном комитете, сейчас называется Федеральная таможенная служба. Значит, мы представляли достаточно большие объемы информации в столицу, и именно для тех целей, чтобы торговые представительства Российской Федерации за рубежом отслеживали динамику изменения ситуации на рынках и снабжали данной информацией не только и не исключительно федеральный центр, но и в том числе предпринимательское сообщество. И, на мой взгляд, никто не отменял. Эти институты существуют и в настоящий момент. Торговые представительства работают. И задействовав тот механизм, который есть со времен СССР, слава богу, он только модернизировался, а не ухудшался, я думаю, что региональные власти могут помочь предпринимательскому сообществу преодолеть те трудности, с которыми оно сейчас сталкивается. — Вы сказали о том, что не должен напрямую, да, ручным управлением заниматься руководитель региона в областном центре, но так или иначе, судя по первым дням работы Александра Валентиновича в нашем регионе, дело-то к этому и пришло. Вот он прогулялся по набережной Грина, увидел один из домов с неприглядным фасадом и с разбитым двором. Тут ситуация, опять-таки, с отопительным сезоном похолодала, и в Рио распорядился, дал распоряжение в адрес главы администрации Осипова возобновить отопительный сезон. На ваш взгляд, не намек ли это на то, что как-то вот шатается кресло-то под градоначальником? — Нет, на мой взгляд, не намек, хотя, тем не менее, я, конечно, не являюсь большим управленцем, но, тем не менее, я знаю и стараюсь свое предприятие организовать, каким образом, систему управления. Правильно выстроенная система управления не требует ручного управления, система работает сама. И тот факт, что наш глава региона пока выдал прямые указания по устранению тех дефектов, которые были лично им обнаружены, на мой взгляд, говорит о том, что он задумается, либо уже задумался над тем, что необходимо такую систему управления реформировать, с тем, чтобы не требовалось ежедневные, ежевечерние походы по городу Кирову. — Что называется носом тыкать. — Точно так. С осмотрами местных достопримечательностей, а также местных недостопримечательностей. И выдача каких-то разовых указаний градоначальнику с тем, что нужно конкретно исправить. Здесь лампочка перегорела, здесь светофор не работает, а здесь асфальт нужно, собственно, поправить. Я считаю, что надо все-таки сейчас какое-то время дать нашему его губернатору для того, чтобы он вник в ситуацию, ознакомился с этой же системой управления, понял те проблемы, которые эта система имеет, ну и набросал для себя какой-то план, который, возможно, станет и нам известным по реформированию этой системы. — В общем, как вы сказали, 100 дней, то есть где-то ближе к концу лета можно будет уже более-менее внятные такие предварительные выводы делать о работе в нашем июне. — Слушайте, Володя, я достаточно давно на этом свете живу и предполагаю, что если выборы губернаторов не отменят, то одним из претендентов на губернаторское кресло будет как раз нынешний исполняющий обязанности. — Наверняка. — Ну да, и здесь, конечно, следует ожидать каких-то шагов, направленных на популяризацию его политики, его личности. Потенциальные избиратели должны увидеть, что из себя этот человек представляет. Потому что мы пока можем всего лишь испытывать определенные надежды, что наш новый губернатор будет гораздо лучше, чем предыдущий. — А если все-таки отменят, если заплатятся эти многочисленные слухи в жизнь? — Ну, будем жить при назначенном губернаторе. — При ВРИО, с приставкой ВРИО. — Ну, возможно, либо это будет какое-то другое название. — Формулировки, возможно, изменятся. — Безусловно. — Безусловно. Я напоминаю, что это особое мнение юриста Яны Чеботарева. Об еще одном громком уголовном деле сейчас хотелось бы поговорить. Перенесемся в Кирово-Чепецк. Как гром среди ясного неба, для многих эта информация прозвучала, о том, что в отношении главы администрации Кирово-Чепецка Владислава Мохова возбуждено уголовное дело. Во-первых, это 292-я статья о служебной подлоге, 286-я о превышении должностных полномочий. Неоднократно мы слышали о том, что именно по этим статьям на чиновников заводятся уголовные дела. Там связана ситуация со сквером, с реконструкцией сквера, реализацией проекта «Река времени». Я бываю периодически в Кирово-Чепецке, я видел, как это выглядит. Ну, неприглядно, конечно. То есть, прямо вот работали, видно, что работали, и все забросили. Фигурант этого дела еще и компания «Дагстройсервис», которая, собственно, выполняла это благоустройство, но не сумела их завершить в срок. При этом глава администрации подписал акты приемки выполнения работы, внеся заведомо ложные сведения в официальные документы. Вот история, которая, по-моему, уже много раз повторялась. Ну, и причем на разных уровнях. На разных уровнях. Ничего необычного. Просто у меня вопрос, почему в одну и ту же, простите, лепешку наступают руководители, на одном и том же спотыкаются, потому что примеров была уже масса. Как можно подписывать бумаги, когда работы не выполнены? Это что, глупость? Да не глупость это, но здесь два варианта есть. Во-первых, Володя, сразу прошу скидку, очень тяжело комментировать уголовное дело, не будучи досконально знакомым с фабулой. Не будучи погруженным, да, подробно. Но обычно, обычно подобного рода обвинения возникают, конечно, не на пустом месте. На мой взгляд, все проистекает из обыкновенной халатности. Если взять любую администрацию, без разницы, будет ли это администрация Чапецкого района, города Кирова, Малмыжа, Вятских полян, все равно. Но я с трудом могу себе представить вещь, когда градоначальник лично ходит по строительным объектам с линейкой, с метром, с измерительными приборами, значит, и проводит фактически экспертизу на предмет установления тех объемов выполненных работ, качества их выполнения, которые предъявляются фактически в рамках того или иного муниципального контракта. Для этих целей есть специалисты. Другой вопрос о том, что беда любого руководителя как раз состоит в том, что зачастую он испытывает кадровый голод и, понимая, например, что не совсем эффективно работают специалисты, которые сейчас занимают эти должности, он не может ничего сделать, он вынужден фактически им доверяться. И в результате получаются подобного рода ситуации, когда зачастую градоначальник попадает как курващип. — Так это подстава называется, да? — Это не подстава, собственно говоря. — Подчиненные подставили. — Здесь есть наверняка и какие-то объективные причины, и, безусловно, вина этого же градоначальника, значит, в той или иной степени. Я готов в чем-то, вот если рассматривать ту ситуацию, которую я рассказал, в чем-то даже таких начальников оправдать. В чем-то, в чем-то. Если, конечно, не устанавливается факт какой-то личной корыстной заинтересованности, ну, фактически, конечно... — Личного обогащения. — Да, 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 да. То есть это уже совершенно другие статьи, это уже взятки, и с этим, безусловно, нужно бороться и выкорчевывать, простите, это с корнем подобного рода пороки. На мой-то взгляд, как раз единственный правильный вывод из всех подобного рода обвинений, уголовных дел и так далее, для наших чиновников должен быть один. Они должны заниматься системой управления, которая досталась им в наследство, зачастую, собственно говоря, от далеких-далеких предшественников. И это нужно реформировать, нужно какие-то контрольные механизмы предусматривать. Возможно, чтобы объемы работ, которые предъявляются к оплате, принимал не один специалист, а два независимых специалиста. Либо еще каким-то образом, то есть в любом случае этим нужно заниматься. — Так получается, есть польза-то от ручного управления, да, о чем мы с вами ранее говорили? — Слушайте, от ручного управления, безусловно, есть... — Когда ты сам не притровнулся, не проконтролировал, да? — Володя, еще раз. Безусловно, от ручного управления польза есть, но только в том случае, если система не работает иначе. То есть если система управления не существует, либо она неэффективна, либо она опорочна, без ручного управления просто не обойтись. Другой вопрос о том, что и ручное управление — это не панацея, не может один, два, десять человек лично управлять всем. Выстраивать систему работы нужно уметь. — А за делом бывшего главы администрации Кирова Ильи Шульгина вы следите? — Следите. — Ну, слежу по средствам массовой информации. — В конце декабря прошлого года был суд, уже, собственно, полгода вот уже. — Начался. — Начался, вернее, да. Собственно, вот уже полгода это все продолжается. Ленинский районный суд. Илье Вячеславовичу вменяется, ну, и Алексею Юшутину, он бывшему руководителю управления дорожного хозяйства, превышение должностных полномочий. Ну, это все связано с камерами фиксации видеонарушений. Ну, не буду повторять историю. — Ну, опять же, вот смотрите, это же примерно то же самое. Я не знаю существо этого уголовного дела. Но фабула очень похожа, во всяком случае, на словах, на то, что в настоящий момент предъявляется главе Кирова-Чапецка. Ну, для себя делаю вывод о том, что я не знаю, виноват ли Илья Вячеславович, либо не виноват в совершении инкриминируемых деяний, но то, что он не сумел, являясь градоначальником, выстроить эффективную систему управления, которая не позволяла бы принимать к эксплуатации какие-то приборы, не соответствующие требованиям государственного контракта и прочее. Ну, безусловно, это в заслугу ему не поставишь. — Ущерб 21 миллион рублей, 21 миллион рублей предполагаемой администрации, бюджету города Кирова, это солидный, да? Особо крупный, считается? — Ну да, немаленький, конечно. — Немаленький. То есть там реальный срок, он довольно солидный может быть, если будет судом именно такое решение вынесено, если виноват доказано и так далее. — Ну, все зависит от усмотрения суда и от тех обстоятельств, которые суд установит, как способствовавшие совершению данного деяния. Будем ждать, будем ждать. — Собственно, ну да, тут остается... А, там еще пишут о том, что как неразбериха с адвокатами у Ильи Вячеславовича происходит, одни уходят, другие приходят, это что? — Ну, это могут быть тактические игры просто. — Тактические, возможно, затягивания? — Скорее всего. — Есть в вашей практике когда? То есть знакомы вы с такой практикой, когда действительно с защитниками была такая ситуация? — Знакомы, конечно. Очень часто такая практика используется для того, чтобы получить какое-то дополнительное время для сбора дополнительных доказательств, еще для чего-то. Ну, это, конечно, ну, скажем так, игра на грани фола. Почему? Потому что бесконечно заниматься подобного рода оттяжками невозможно. — Судья может назначить государственного защитника, да, и все. И больше никаких не принимать. И больше, собственно говоря, уже никаких дополнительных отсрочек в рассмотрении дела подсудимым не предоставлять. Насколько я помню, по-моему, как раз в деле Шульгина, уважаемый суд, занял примерно такую же позицию. То есть если вновь назначенный защитник не ознакомится, не успеет и так далее, то тогда представлять интересы нашего бывшего городоначальника будет уже государственный адвокат. — Сейчас немножко в другую сферу уйдем, но останемся в области уголовного права. Та история, о которой поведал Ян Евгеньевич на страницах своих социальных сетей, да, можно так сказать, очень любопытная дельца. Тут у нас в мае происходит, сейчас Ян Евгеньевич поделится этой информацией. Я только не знаю, надо ли добавлять к этому словосочетанию, что эта организация запрещена, да, в России деятельностью или нет? — Ну, организация, которую в свое время запретил Верховный суд, действительно запрещена, и единственное исключение заключается в том, что никем не запрещено вероучение свидетелей Яговы. — Их мы имеем в виду, да. — Да, значит, из последних новостей, то, что представлено в средствах массовой информации, значит, в настоящий момент на заключительном этапе находится рассмотрение дела кировских яговистов, которые привлекаются к ответственности. Первомайский районный суд в настоящий момент ушел на постановление приговора. Приговор ожидается 30 мая. предугадывать какой-то приговор будет, никто, наверное, сейчас не возьмется. — А с чего дело-то все началось, если вспомнить, собственно, что стало основанием? — После запрета, да, центральной организации свидетелей Яговы и местных религиозных организаций, значит, участники, сторонники этого вероучения не прекратили свою деятельность и продолжили совместное собрание, сбор каких-то пожертвований для оплаты аренды и прочее, прочее, значит, осуществляли совместные встречи, богослужения и так далее. И вот эта вся деятельность в совокупности была квалифицирована как продолжение деятельности экстремистского сообщества, ну и, соответственно, дело ушло в суд. — Опять же, это еще было, смотрю, в 17-м году, в апреле, да, 5 лет назад уже, да, больше уже прошло 5 лет назад. — Уже некоторые, собственно говоря, участники дела скончались даже, к сожалению. Не будучи досконально знакомым с делом, я знаю его, конечно, не понаслышке, но, тем не менее, свои суждения я бы здесь не хотел высказывать никоим образом. Меня успокаивает, что Первомайский суд города Кирова укомплектован достаточно грамотными судьями. Судья, который в настоящем интерсматривает дело, не буду фамилию называть, значит, судья очень хороший, компетентный и никогда не был замечен в какой-то необъективности. И здесь посмотрим. Конечно, меня настораживают, безусловно, те сроки, которые запрашивает прокуратура для подсудимых. — Ну, по 282 статье там достаточно серьезные, да, санкции. — Ну, согласен, согласен. Но, тем не менее, все равно сроки достаточно существенные, они где-то превышают 6 лет, у кого-то запрашивают 6,6, у кого-то 6,3, у кого-то 3,5. Значит, ну, одному подсудимому просят назначить судебный штраф в 900 тысяч рублей, что тоже, согласитесь, сумма достаточно изрядная. Дождемся 30 мая, посмотрим, когда это решение можно будет почитать, посмотреть, можно будет как-то что-то комментировать. Во всяком случае, опять же, всех наших слушателей призываю по возможности воздерживаться от необоснованных каких-то суждений. — В какой бы то ни было форме. Мы живем все-таки в государстве, а суд — это одна из скреп государства. И здесь пока чего-то страшного не происходит. Естественно, как обыкновенный человек, надеюсь, что за такое вроде бы не вполне квалифицируемое как экстремизм деяние люди не получат какого-то чрезмерно сурового наказания. — А чем непосредственно представители этой организации-то занимались? Что там распространение литературы, публичное высказывание или что? — Ну, там достаточно обтекаемые формулировки в обвинительном заключении — продолжение деятельности. — Продолжение деятельности. — Это совместное собрание, исповедание религии, распевание религиозных песен. В основном упор делается на финансирование деятельности. Ну, все подсудимые были обеспечены достаточно грамотной защитой. Не побоюсь сказать, что цвет юридического сообщества, цвет, вятская адвокатура участвовала в данном деле. Ну, в целом, посмотрим. — Ну, видимо, люди не бедные еще и. — Ну, нет, как раз. Зря вы так. Мои коллеги, что занимаются защитой подсудимых по уголовным делам, руководствуются не только и не исключительно финансовой составляющей. То есть адвокаты тоже люди совестливые. — Для кого-то это попытка попробовать себя в новой сфере, в новой нише? — Где-то это просто сострадание. Мне ведь, простите, когда приходит бедный несчастный человек, я точно так же зачастую просто себе карму чищу, никаких денег с него не беру. Не всегда, но зачастую. — Вы, да, сказали о том, что в этом деле есть один любопытный нюанс, когда признать виновным хотят человека, который уже ушел из жизни. — Подождем приговора? — Не знаю, не укладывается, конечно, это в голове. — Это предусмотрено уголовно-профессионально. — Но в практике, да, такое и есть. — Это возможно. — Не знаю, это накладывается потом на родных как-то? — Да нет, конечно, что-то упаси бог. — У нас личная ответственность в Российской Федерации. — Личная ответственность, да. Ян Чеботарев, юрист в нашей студии. Особое мнение продолжится через несколько секунд. Сейчас сделаем небольшую рекламную паузу и продолжим разговор. — Особое мнение на 101FM. — Еще раз повторю, на всякий случай, что организация «Свидетели Яговы», о которых мы сейчас говорили, они еще в 2017 году Верховным судом Российской Федерации были признаны экстремистской организацией, были запрещены на территории Российской Федерации. Еще хочется об этой теме покрутиться, но немножко в автомобильную тематику уйти. Вы, автомобилисты, многие слушатели наши, автомобилисты. Интересно, тут на днях поступило предложение от петербургских депутатов поменять ответственность за угон автомобиля. В последнее время это очень серьезно поднимается, данная тема. Министерство внутренних дел, полиция фиксирует рост числа угонов, связанное это с тяжелой экономической ситуацией, с дефицитом новых запчастей и так далее. Не секрет, ведь зачастую машины у нас угоняются для того, чтобы их разобрать и потом по комплектующим распродать. Вот так вот, парламентарии Петербурга предложили вывести из Уголовного кодекса статью 166 неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. И, собственно, угон включить в статью 158-ю кража. Ну, кражи и кражи. Наказание посерьезней за кражу. Это чистой воды правовой вопрос. Ну, во-первых, обращу внимание, Володя, на что, если в результате угона автомашина была разукомплектована, то это квалифицируется не как угон. Значит, это как раз квалифицируется по совокупности. И как угон автомашины, как целого объекта, и как кража конкретных тех запасных частей, которые были похищены. Угон в чистом виде – это действительно не вполне адекватный подросток, к примеру. Значит, нашел незапертую машину, завел ее. Или вскрыл ее каким-то образом. Зоехал и поехал покататься. Значит, покатался, потом бросил и убежал. Вот это угон. Значит, если машина подвергается разукомплектованию, либо каким-то образом снимаются еще как-то детали, либо она сама продается. Но это, безусловно, не угон. На мой взгляд, преждевременно подобного рода инициатива, если действительно имеет место быть какая-то необдуманный поступок, какая-то шалость, взял покататься и так далее, наказание за подобного рода деяния и так достаточно существенно. Если в результате этого угона автомашина пострадала, ну, добавочное наказание подобного рода правонарушитель получит все равно. Поэтому, ну, инициатива, инициатива, в целом, на мой взгляд, в Уголовном кодексе Российской Федерации есть, что реформировать и без этого. Ну, то есть, существующие нормы, они без того позволяют привлечь к ответственности. Безусловно. Причем к достаточно существенной и суровой. А как вообще, Ян Евгеньевич, в наше непростое время уберечь свое имущество, движимое, недвижимое, может быть, какие-то советы дадите? Ну, это не секрет, когда экономическая ситуация ухудшается, то и растет число и краж, посягательство на чужое имущество. Вот какие-то основные моменты. Ну, быть, во-первых, внимательным следует не оставлять ни запертые двери, ни забывать свои вещи в неохраняемых местах. Не провоцировать тем самым, да? Вот именно. Плюс, посматривать за изменениями действующего законодательства. В настоящий момент существует, потихонечку реформируется система государственной регистрации. Через МФЦ можно сейчас подать заявление в управление Росреестра, например, с тем, чтобы сделки с принадлежащим недвижимым имуществом гражданину попадали на стол государственного регистратора только в его личном присутствии. То есть, фактически, таким образом отменяется институт представителей по доверенности. Это возможно сделать. Такую же вещь можно сделать и в отношении транспортных средств. Никто не отменял услуги охранных компаний. Можно поставить сигнализацию, тревожные кнопки и прочие вещи. Ну, безусловно, личная внимательность к ситуации, на мой взгляд, это самое основное. Системы видеонаблюдения многое дают, когда ты можешь осмотреть потом запись. Ну, просто сейчас в соцсетях много очень информации, много неких прогнозов. Я уж не знаю, насколько стоит им доверять, что не исключен возврат в каком-то роде к 90-м годам, когда были откровенные наезды, рэкет, отжимали что-то и так далее. Вы как к этим относитесь? Ну, не думаю я, на самом деле, что это произойдет. Давайте вспомним, мы с вами застали 90-е годы в силу возраста и вы, и я. И проблема, и беда наша в 90-е годы проистекала от слабости государственного аппарата. Ведь все-таки Российская Федерация, как современное государство, имеет достаточно короткую историю, правда ведь? Значит, механизмы, которые строились во времена СССР, частично были демонтированы, а системы управления, органы внутренних дел безопасности возникали и выстраивались, простите, как раз в те самые 90-е годы. Сейчас, с учетом того времени, которое прошло, с учетом модернизации системы государственного управления, я не считаю, что нам грозит какой-то правовой беспредел, я бы все-таки основной упор делал на экономическую составляющую жизни нашего общества. От этого проистекает и социальное благополучие населения, и социальное спокойствие, отсутствие различного рода напряженности в общественных отношениях, и пенсионное обеспечение. То есть, к сожалению, мы должны научиться зарабатывать деньги. И задача любого государства, и наше здесь не исключение, это помочь нашим предпринимателям, предпринимательскому сообществу зарабатывать деньги с тем, чтобы на те налоги, которые мы платим, и реализовывать социальные программы, которые делают государство государством. Ну, государство, безусловно, окрепло с той поры, с 90-х годов, но мы же знаем, что много жалоб до сих пор, когда ты сталкиваешься с конкретным представителем власти, зачастую возникают проблемы. Заявления в той же полиции очень сложно подать. Правоохранители-то не так быстро меняются, как система в целом? Или это не так? Ну, отчасти я готов с вами согласиться. Значит, у любого чиновника, какой бы он ни был хороший, всегда существует соблазн уменьшить количество той работы, которую ему необходимо осуществить. Если можешь не принимать заявление, не принимай его. Другой вопрос, что существуют специально для подобного рода нехочух методы, которые не позволяют не принять заявление, отказать в предоставлении какой-то государственной услуги. Подобного рода заявления могут подаваться через Почту России, через сайт госуслуг, через сайты конкретных служб и ведомств, в которых создана масса, и которые, слава богу, работают. Так называемые электронные приемные, да? Точно так. Формы специальные для того, чтобы жалобу можно было заявление отправить. И, соответственно, такое заявление будет принято, получено, ему будет дан соответствующий ход, и в случае неудовлетворенности результатом какой-либо государственной услуги, ну, этот итоговый результат может быть точно так же достаточно просто оспорен. И очень часто возникают ситуации, когда наши граждане, предъявляя претензии к государственному аппарату, ну, зачастую виноваты сами в том отсутствующем результате, который они хотят получить. Не все бумаги собрали, не все документы предоставили, недостаточно четко сформулировали свои хотелки, которые изложили в данном заявлении, либо адресовали данные заявления не в тот орган и прочая вещь. Все-таки как-то заниматься самообразованием нужно тоже. Не обязательно для этих целей использовать каких-то дорогих специалистов, какие-то курсы и так далее. Просто поставить перед собой цель и попытаться разобраться в чем-то. А вам, кстати, нравится то, что цифровизация всевозможных этих услуг государственных, возможность подачи заявлений. Очень. Я не знаю, внедрили у нас или не внедрили на госуслугах наконец обжалование штрафа в ГИБДД. Об этом много писалось в последнее время, но лично не проверял еще пока. Ну, тоже с этим не сталкивался. Я счастливый в этой части человек. За свои 20 с лишним лет водительского стажа у меня был только один штраф, и было это достаточно давно. И даже за превышение скорости даже не приходят. Нет. И письма счастья. Действительно счастливый человек. У меня в год один-два парочка точно, наверное, бывает. Ну, я не тороплюсь вообще никуда. Да. И вот сейчас о транспортных средствах. Да, хотелось бы еще поговорить в оставшиеся несколько минут. Тема, которая тоже, я думаю, многих автомобилистов и интересует. Недавно у нас в законодательстве в правилах дорожного движения появилось словосочетание средств индивидуальной мобильности. В первую очередь тут электросамокаты имеются в виду. Ну, как, не знаю, самые полюбившиеся, самые распространенные средства передвижения. Фишка в том, что весной этого года Верховный суд признал электросамокаты официально транспортным средством. Это очень хорошо. Такая буря поднялась прямо обсуждения. Там было связано это с ситуацией у конкретного то ли московского, то ли... А, Химки, по-моему. Да. Да, читал. Да, что-то в этом роде. В общем, человек на автомобиле просто насмерть сбил самокатчика, если бы его признали пешеходом, то исход был бы другой. А тут признали транспортным средством и, соответственно, по всей строгости закона. Интересно, да, развитие ситуации с этим совсем? В целом, я думаю, мы к этому должны были прийти и рано или поздно придем до конца. С учетом распространенности различного рода средств передвижения, назовем это так, электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и прочие вещи. Ну, конечно, нужно как-то регулировать подобного рода движения, подобных средств. Зачастую сам был очевидцем. Люди считают, что если они берут, например, этот же самокатик, собственно говоря, на электрической тяге, они не подчиняются ничему. Они хотят, едут по тротуару, хотят, выезжают на дорогу, считают о том, что, ну, вот-вот-вот, мы не водители, права, прав нас не лишишь, и правила дорожного движения писаны не для нас. Как хотим и в любом состоянии, да, можем, да. Конечно, конечно. И, естественно, с этим нужно бороться, потому что я лично знаю случаи, когда люди, управляющие подобного рода транспортными средствами, как раз в состоянии не вполне адекватном, наносили и себе вред, и окружающим. Кому-то это сходило с рук, кого-то, конечно, наказывали, но совершенно по-другому. Закон это усугубляет, ведь, да, собственно, ситуацию. Безусловно, безусловно. Я считаю, что это очень правильная, своевременная инициатива. Если жизнь общества как-то меняется, что-то появляется новое, безусловно, это новое нуждается в правом регулировании. И здесь не будем забывать о том, что каких-то поблажек давать только лишь потому, что это средство, не оборудованное двигателем внутреннего сгорания, например, на мой взгляд, не стоит. Ну, а вот эти призывы ввести права на электросамокат, регистрировать их, страховку оформлять, определенный возрастной ценз, ранее которого нельзя за управление браться и так далее. Я думаю, что здесь отчасти, отчасти предложение достаточно здравое. Что касается страховок, я бы, честно говоря, здесь предусмотрел такую страховку по модели ОСАГО для собственника. То есть, обязательно страховка. Ну, если ты собственник электросамоката, если ты на этом зарабатываешь деньги, сдаешь его куда-то в аренду, ну, пожалуйста, оформляй страховку с тем, чтобы арендатор твоего этого движущегося предмета, пусть не сам лично, но хотя бы за счет средств страховой компании, мог ответить за тот вред, который он по своей небрежности кому-либо причиняет. Значит, неплохо было бы оговорить какой-то минимально допустимый возраст, с наступлением которого гражданин может пользоваться подобным родом средством передвижения. Видимо, проблема еще в том, что многие считают это, знаете, каким-то развлечением, да, игрушкой, и не воспринимают это как вот настоящее серьезное транспортное средство, которое действительно может привести в случае ДТП к серьезным плачевным последствиям. Слушайте, даже обыкновенный велосипед в случае какого-то ДТП может привести к весьма серьезным последствиям вплоть до смертельного исхода, и судебная практика знает такие случаи. И правила дорожного движения, на мой взгляд, обязательны для всех. И для пешеходов, которые идут по тротуару или переходят в проезжую часть, и для водителя КамАЗа, который по этой дорожной части едет, и для самокатчика, который катается, где вздумает. Другой вопрос, что здесь, конечно, это нужно делать достаточно взвешенно и без излишней спешки, но делать это надо. А в Кирове, кстати, как оцениваете дорожную обстановку как водитель? Ой. Я достаточно иногда жестко про себя высказываюсь, да. Ну, я... Стараюсь про себя. Как водитель могу обратить внимание, что зачастую для кировских водителей рядность не играет никакого существенного значения. Абсолютно, ну, наверное, большинство водителей не умеют поворачивать налево. Вот у нас существует дурацкая привычка. Обязательно нужно машину вытащить на полосу встречного движения и перекрыть все движение по встречке. Значит, и стоять, моргать левым поворотником, ждать, когда ему дадут возможность проехать. Ну, это элементарное неуважение к окружающим, ну и, безусловно, незнание правил дорожного движения, а также, ну, некоторая, скажем так, недостаточность сотрудников госавтоинспекции, которые не успевают отследить и зафиксировать все подобного рода нарушения. Их у нас, к сожалению, в настоящий момент мне представляется не очень много. Сотрудников? Да. ДПС? Не хватает. Да, на земле, что называется. У меня есть много знакомых, которые проходят службу как раз в подобного рода подразделении. Все они говорят, что, простите, они перегружены работой и экипажей достаточно мало. Серьезное сокращение в рядах было совсем недавно, несколько лет назад. Ну, так или иначе, нужно быть готовым, на мой взгляд, к увеличению числа камер. Вот это нужно делать. К расширению списка фиксируемых нарушений. Москва уже идет давно по этому пути. Не пристегнутый ремень, разговор по телефону. Я думаю, что не за горами появление этих «прелестей» и у нас тоже. Ну, на самом деле, это весьма здравый и, на мой взгляд, тоже правильный путь. Вместо того, чтобы раздувать Штаты, можно просто вложиться и модернизировать систему «Умный город». Яна Чеботарев, юрист, со своим особым мнением. Завершается время нашей беседы. Всего доброго. Соблюдайте ПДД. И не только ПДД, но и законы Российской Федерации. Да. Спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok